Путешествие по усадьбам Владимирской области Total Flame Grow Из серой, опустевшей в дни карантина Москвы, мы отправились на восток в поисках исчезающей старины, которой дышат затерянные среди второстепенных дорог, ветхие дворянские усадьбы. Первый из маршрутов, который мы планируем сделать с Сергеем Каменевым для путешествий на мотоцикле и первый маршрут по усадьбам Владимирщины. Все усадьбы, которые строились в 18-19 веке, практически разрушены в России, но мы в этом путешествии проедем по тем местам, которые еще сохранились в том или ином виде, проедем по красивым дорожкам и дадим все рекомендации для будущих путешествий. Total Flame Road. Life is short. Do it hard. Усадьба Андреевская принадлежала Роману Иларионовичу Воронцову, графу и первому Владимирскому губернатору по прозвищу Роман «Большой карман». Усадьбу навещали такие известные люди, как Радищев, Суворов, Пагратион. Даже Александр Сергеевич Пушкин, знакомый с женой Воронцова, приезжал сюда. Главная особенность этой усадьбы – уникальность дизайна. Родовое гнездо Андреевское Роман Иларионович отстраивал с размахом, соответствующим его финансовым возможностям и статусу семьи. Геометрия и рациональность территориальной планировки, жесткость прямых линий в Андреевской усадьбе революционна для усадебного строительства того времени. Центральное место в усадебном ансамбле занимал трехэтажный каменный дворец, который был соединен с одноэтажным вытянутым зданием, образующим каре вокруг парадного двора. Над арочным въездом во двор возвышалась ярусная квадратная башня, завершенная восьмигранником с высоким куполом и шпилем. Блистательная усадьба Андреевская сегодня выглядит бледной тенью былого величия. За годы варварского использования дворец сильно обветшал, парк зарос, но прекрасно сохранилась церковь Андрея Первозванного, где похоронен создатель усадьбы Воронцов. Говорят, что существует негласная традиция. Российские министры иностранных дел после вступления в должность обязательно приезжают на могилу Александра Воронцова, первого министра иностранных дел России. Стоит свернуть с оживленной магистрали на второстепенную дорогу, как взгляду открываются красоты средней полосы. Здесь в тишине хочется задержаться и полюбоваться ее безмятежной тишиной. Время здесь замерло, и кажется, вот-вот мимо проедет карета Воронцова по пути на службу в храме. На въезде в деревню Жерехово путешественников встречает старая сергиевская церковь с кладбищем. За ней сквозь мрачные деревья просвечивают причудливые башни замка. На каждой из них установлено по восемь кирпичных свечей с каменным пламенем. В замке, в лучших традициях киноклассики, расположен психоневрологический интернат. Старинная вотчина принадлежала роду Апраксиных с начала XVIII века. Главный усадебный дом построен с элементами готического стиля в форме полукруга с двумя башнями по краям, поставленные на окраине роскошного пейзажного парка. Жереховская усадьба XVII века – единственная в своем роде реплика Большого Царицынского дворца. «Самолет всегда падает летчиком вниз», – гласит переделанная Жуковским поговорка. Здесь, в селе Орехово, стоит одна из немногих усадеб, сохранившая прямое отношение к ее последнему владельцу – отцу русской авиации Николаю Егоровичу Жуковскому. Учитывая огромный вклад, сделанный Жуковским в русскую науку, Ленин выдал ученому в 1918 году охранную грамоту на Ореховскую усадьбу. В 1937 году в усадьбе Орехово был создан Мемориальный музей Жуковского. Существующий по ним – усадьба графа Зубова и его жены Натальи Суворовой, куда после смерти отца в 1800 году дочь привезла его дом, в настоящее время практически полностью разрушена. По развалинам главного дома мы можем только предполагать, как и где жили потомки великого полководца, какую красоту сюда старался вдохнуть в XVIII веке итальянский архитектор Пунчини. По народной легенде, название села произошло по имени князя Ростислава, который перед сражениями обратился к рате со словами, в которых звучал призыв к подвигу, то есть предание связывает название населенного пункта с терминами «рать» и «слово». Тем примечательнее то, что Апраксины, чей дворянский род предками вышел из Золотой Орды, обосновались именно здесь. Со сменой владельцев дворец пришел в упадок, и часть здания теперь занимает сельская школа. В нашем путешествии мы не могли обойти стороной древнейший город Владимир. Территория, которую занимает современный Владимир, была освоена людьми примерно 25-30 тысяч лет тому назад. Согласно последним исследованиям, город был основан в 990 году. Город требует внимательного посещения, поэтому в рамках нашей поездки мы ограничились короткой остановкой на смотровой площадке, откуда открывается вид на удивительную архитектуру, ведь во Владимире более 200 зданий, признанных памятником старины. Редактор субтитров А.Семкин Дворцово-Парковый комплекс усадьбы Храповицкого в Муромцево. Редкая для средней полосы России по своему архитектурному решению дворянская усадьба. Она представляла собой ансамбль, состоящий из электрического замка многочисленных построек, 72 объекта и садово-парковой зоны, созданных на основе романтического прочтения европейского Средневековья, на территории площадью 40 гектар. Владимир Семенович Храповицкий, с чем именем связан расцвет имени, полковник лейб-гвардии гусарского полка, как и его отец, последний предводитель дворянства Владимирской губернии, крупный российский лесопромышленник. По легенде, замок в Муромцеве был построен на спор. Храповицкий во время путешествия по Франции заключил пари, что выставит в России замок, который ни в чем не будет уступать европейским аналогам. В замке было более 80 гостиных, жилых комнат и прочих помещений. Здание строилось по последнему слову строительного искусства, совсем возможным для своего времени комфорта. Этическое освещение дома и парка, от автономного локомобиля, дававшего ток, центральное отопление, водопровод и канализация, работающая от парового насоса, закачивающая воду в огромные емкости двух кондонапровных башен, телефон в комнате, собственная телеграфная станция в имени. Давным-давно укрепились и выросли города Московской и Киевской Руси. И по всему миру славятся они своей историей и хранят с древних времен память о величии русского народа и своим достопримечательностям. Эти города образуют кольцо, которое в наши дни зовется Золотым кольцом России. Суздаль – один из древнейших и интереснейших городов этой цепочки. За более чем тысячелетнюю историю город прекрасно сохранился и не знает себе равных по количеству исторических памятников и памятников древнего искусства. Первое упоминание о Подальце датировано XI веком н.э. В XIII веке эти земли были объяты войной. 22 апреля 1216 года здесь произошло самое кровопролитное сражение в истории средневековой Руси. В последнее время Подолец принадлежал князьям Милославским, дворянскому роду, конца XIV – начала XIX веков. Ныне от владений из подвижников Ивана Грозного Милославских осталась лишь двухэтажная каменная церковь, построенная ими в XVII веке. Сама усадьба не уцелела. В ходе нашего исследования мы находили места, полностью утраченные и не дошедшие до наших дней, в то время как легенды о них продолжают шептать под сводами разрушенных храмов полустертые лики святых. Стоит опустелый над сонным прудом, где ивы поникли главой, на славу расстрелием строенный дом и герб на щите вековой. Окрестность молчит среди мертвого сна, на окнах разбитых играет луна, сокрытый кустами в забытом саду тот дом одиноко стоит. Печально глядится в зацветшем пруду с короною дедовский щит. Никто поклониться к нему не придет. Забыли потомки свой доблестный род. Усадьбный комплекс князей Голицыных в селе Сима построен во второй половине XVIII века. Сегодня усадьба известна прежде всего как место, где скончался от ран и был первоначально захоронен выдающийся русский полководец, герой Великой Отечественной войны XII года генерал Петр Иванович Багратевон. Как и положено в истории, памятники прошлого, прошедшие через войны и разграбления, покидают нас, оставляя свою богатую историю лишь на страницах летописей. Выбор за вами. Успеть увидеть их своими глазами или знакомиться через хроники, когда они окончательно обветшают и исчезнут.